Всем привет, я Даша с наступающим вас Новым Годом! Это традиционная, прочитанная за месяц, и начинает наш список обожаемый мною Крапивин и его бронзовый мальчик. Это история о том, как мальчик в будущем, он из неполной семьи и вынужден уйти от отца, который с ним слишком сурово и несправедливо обошелся, к дедушке. И в один прекрасный день отправляется с ним на пароходе в путешествие, в котором знакомится с другим своим почти ровесником, которым остается лучшим индивидуально всю свою жизнь. Здесь есть многое трудословное, и однажды дедушка рассказывает своему внуку их происхождение, и интересная деталь, что все имена натуральные абсолютно, и в самом деле предков самого Владислава Петровича, писателя, так звали, у него действительно была княгиня в роду, и все такое. То есть все это он написал о себе, можно сказать. Действие происходит где-то в 90-е годы, это суровое для СССР время, когда, собственно, оно разбалось. И я прям, ну, когда сидела, я и перечитывала, я заметила, что вот у него там есть наша сестерка, у главного героя, и я была ровесницей этой сестерки, потому что тоже, когда все это начало происходить, в 90-е годы, я прошла в первый класс, только-только, и едва-едва успела стать октябренком, как все это развалилось, в том числе пионерская организация. Вот, и я прослелась к тому, как это актуально все и в наше время, потому что в этой книге поминается несколько раз Карабах, и вы все знаете, что происходило в этом году, уже в 2020-м там. Далее, я в очередной раз перечитала «Мастера Маргарита Булкакова», обожаю это произведение, это, пожалуй, единственное произведение, которое входит в изучение школьной программы, а вот еще Чехов, и которому я неравнодушна в положительном ключе, наверное, именно потому, что мы его не проходили в школе. У меня вообще уроков литературы в школе не было, вместо этого учительница, которая, к несчастью, была по совместительству еще и нашим классным руководителем, не очень классным, вместо уроков русского языка и литературы всегда просто обсуждала сбор денег на уборщицу, на шторы, кто когда дежурит, а то и в офисе само дежурство было вместо уроков. Итак, кто не в курсе, дьявол решил навестить Москву, озадачить жителей города и заодно устроить ежегодный весенний бал «Ста королей». И на этом балу должна быть непременно женщина, хозяйка и бала, ее должны звать Маргарита, и она должна быть умна, красива и все такое. Здесь можно, условно, поделить на три части, пожалуй, книгу. На самом деле, происходящее в ней можно трактовать по-разному, существует множество теорий, но я расскажу самое очевидное. Так, здесь, условно, можно поделить на три части. Первое – это сам сатана рассказывает о том, как Иисус претерпевал эти все свои муки. Ну, не все об этом говорится очень быстро, но очень эффектно. Далее, то, собственно, как Воланд удивлял москвичей своим выступлением в театре и романтической линией, если можно ее таково и называть, между Маргаритой и мастером. Но для меня наибольший интерес представляет первую часть про Иисуса и описание бала у сатаны. Это так будоражит. Я все, кстати, собираюсь почитать, был какой вещь, по которой была экранизирована Иван Васильевич меняет профессию. Да никак не соберусь, все время забываю. Далее. Я читала Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Увидев, что вещь не очень объемная, я подумала, что это из раннего творчества Кинга, когда он еще писал без подробнейших каких-то описаний, а очень лаконично творил. Но я ошиблась и убедилась в этом, как только наткнулась на первую же грубость. Это со временем стал такой фишкой автора. Он применяет такой вот трюк, когда грубит. В общем, упоминает какие-то занятия людей, о которых не пыль-то говорить в обществе или у него ругаются персонажи, ну да у него фишка такая. Но фишка это была не всегда, как мне кажется, если я не ошибаюсь. А уже попозже. И как только я наткнулась на эту фишечку в этой книге, я поняла, что это не раннее творчество. Полезла брать информацию, действительно, где-то вот в нулевых была написана эта книга. Ну да ладно, бог с ним. О чем сюжет? Мать тащит своих детей. Это младшую дочечку, которой 9 лет, и сына которой постарше, на Палачевскую тропу. Это такой туристический, забыла слово, маршрут. Вот, туристический маршрут в лесу, который раньше пользовались индейцы, а теперь этой тропой уходят туристы. Так вышло, что она отстает, встречала от брата и матери, а потом ее откровенно уже заблудилось. И эта книга, собственно, описывает о том, как она несколько дней блуждала по лесу, как она выживала, как в плане здоровья это все на ней сказалось. И есть тут легкий намек на мистику. Кто-то говорит, что тут мистики вообще никакой нет, но все-таки Кинг делает нам некие такие намеки. И что можно подумать, что на самом деле она тут как раз таки есть, эта мистика пресловутая. Написано легко, хорошо, быстро читается. И та фишка, которую я сказала, что автор иногда так в меру грубит, она здесь сдержанная такая, в малых дозировках. Поэтому, как бы, кого эта фишка Кинга смущает, то можете не особо опасаться этого, если пытаетесь избегать. Оно здесь не так бунтует, как, например, в другом произведении под куполом. Вот там действительно надо бояться и страшиться. У меня, пока я читала, было очень много ассоциаций. Это и ассоциации с другой книгой Кинг, Лангельеры. Тоже сюжетная линия абсолютно другая, но тоже ты не видишь воочию то, чего боишься. Но знаешь, что это неотратимо, оно где-то там. И не так уж оно и далеко, и его надо бояться. Напомнила аниме Миядзаки, принцессы Мононоки. Потому что здесь всякие есть звери, какие-то кровавые штуки, водоемы. И всю книгу не могла понять, почему она мне напоминает Мизери. И только в самом конце я перестала утопить, и до меня внезапно дошло. Девочку во время всего ее приключения опасного преследовали осы. И в Мизери с главной героиней персонажа, которая писатель, тоже она впала в командозное состояние именно из-за ос. То есть я такая, я в него подсознательно это помнила, а осознанно никак не могла смекнуть, в чем сходство, собственно. Тут атмосфера другая, сюжеты, вообще все. А вот точно осы. Осы, во всем виноваты осы. Еще одна книга, которую я прочитала, называется «Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие гибели». Автор Джаред Даймонд. Когда я увидела название, мой внутренний историк, вы знаете, что я люблю почитать на исторические темы, просто возликовал, сделал вот так вот радостно. Но когда я начала читать, я убедилась, что здесь больше от эколога, чем от историка. Да, исторические сведения здесь тоже присутствуют. И описано все это очень интересно. И как я поняла, достоверно, по крайней мере, это не противоречит с теми знаниями, которые у меня в голове уже есть. Но этой информации все-таки в разы меньше, чем информация с точки зрения экологов. То есть из 16 глав только 4 вызвало мой живейший интерес. И они повествовали о племени майя, о викингах. Кстати, Россия в этом ключе тоже упоминается. «Остров Пасхи» и «Япония». Он начал писать о Китае, но в историческом плане там буквально абзац. А все остальное с точки зрения экологии. Техника, как это все влияет. Все вот это, из-за чего может Китай потерпеть крушение, развалиться и все в этом духе. То есть если вы замахнулись на эту книгу, имейте это в виду, что исторического здесь меньше, чем всего остального, с других точек зрения рассказывается. Последняя книга, о которой я хочу вам сегодня рассказать, в этом месяце читала не так уж много, как вы видите. Это «Ребенок на заказ» или «Признание акушерки». Диана Чемберлин. «Признаться, когда я начинала читать, я ничего срекрасиваться на книге не ожидала». Ну подумаешь, там одна женщина, всеми обожаемая и признанная, уважаемая и заслуженно уважаемая акушерка, покинула сей Белинный мир. И тут выясняется, что в свое время она совершила непреднамеренное преступление, но совершенно жуткое и ужасное. Ее подруги Тара и Эмарсон начинают искать его, скажем так, признаки этого преступления и хотят узнать правду, где искаться до нее. Это все сначала кажется таким, это, конечно, безусловно, интересным, но не так вот прям, чтобы стать книгой года. Но чем дольше вы читаете, тем больше напрягаетесь. И, к Богу, в некоторых ситуациях у меня аж сердце начинало чаще стучать. Это безумно интересно, это безумно увлекательно. Я сидела у себя в комнате, вопила, типа «Ничего себе, что происходит, какой кошмар!». У меня вся семья озадачивалась, стала смотреть на меня круглыми глазами. «Чего ты читаешь?» Сразу спрашивает, «Мы тоже хотим это почитать, скинь, и нам тоже». Вот, скинула и читает. В общем, я была поражена, обескуражена. Хотя... Чем-то, кстати, вот если вы читали Лили Мариарти, напоминает ее книгу «Тайны моего мужа». Сюжет здесь другой, но атмосфера чем-то... чем-то схожая. Наверное, тем, что главная героиня домохозяйки, грубо говоря. Единственное, вот знаете, я что хотела бы подметить. Тут приставание иногда ведется от лиц разных людей, и со временем это число увеличивается. Это очень интересный ход автора, что она не сразу окунает в это своего читателя, а постепенно увеличивает. И я никак не могла отличать подруг главной героини. Я все время в них путалась. Прямо постоянно. Ну, вот это единственное, из-за чего я как бы не поставила на лафин оценку 5. 4,5. Ну, это я уже так придралась по пустякам. Вот. Это было все, что я прочитала в этом месяце. Наступающего Нового года, праздничного настроения. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...